Тем временем после того, как миграционное законодательство ужесточило Норвегия, под угрозой депортации оказались несколько тысяч выходцев Ближнего Востока. Касается это тех, кто прибыл через российскую границу. При этом власти вообще отказывают во въезде мигрантам, которые пытаются пройти этим маршрутом сейчас и обозначают целью поиск убежища. Наш корреспондент Марина Светлая на месте изучила ситуацию. Колючая проволока, забор, охрана до ближайшего населенного пункта несколько километров. Сразу за забором начинается тот самый миграционный центр, куда попадают беженцы после пересечения границы. Журналистам сюда вход воспрещен. Пройти можно только по территории парковки. За знак стоп уже никого не пускают. Вы не можете зайти. Никто не хочет общаться с прессой. Именно в этом центре объявляли голодовку те, кого обещали выдворить из страны. Именно отсюда сбежало несколько человек, только чтобы остаться в Норвегии, пусть даже нелегально. К нам все же выходят двое. Отец и сын приехали из Афганистана. Отец два года жил в России, выучил язык. Через Россию ехали только транзитом. Перевели для детства собеседование. Определили нашу будущую судьбу. А сейчас сюда приехали. Нас говорят, что вы жили в России. Идите туда, живите в России. А нам очень обидно. Мы в этом ситуации никому не нужны. Несколько месяцев назад через Заполярье потянулась вереница тех, кто так хотел попасть в страну фьордов. На российской стороне за копейки мигранты скупали старые велосипеды, чтобы пересечь границу. Как того требовали таможенные правила на любом транспортном средстве. Главное, не пешком. Сразу после уже в Норвегии как ненужное барахло сваливали их в кучу. Когда приграничный Киркенес затрещал по швам и на 10 тысяч местных жителей, через город проехало более 5,5 тысяч беженцев, политики забили тревогу. А местные жители небольшого городка разделились на два лагеря сочувствующих и недовольных. Мартин, который хоть и родился по ту сторону границы, но всю жизнь прожил в Киркенесе и к вновь прибывшим относятся отрицательно. Приезжали же больные, там всякие туберкулезы. В больницах у них между отделениями нет заграждений. Там вот так они ходили спокойно. Вот у них больной человек, а другой болезнь, туберкулезник рядом по сути находиться мог. Окно в Европу арктическим маршрутом для беженцев прикрыли. Оставив лишь небольшую щелку для тех, у кого есть виза для въезда в страну. Но если при пересечении границы целью поездки указать поиск убежища, последует однозначный отказ. Норвежское правительство изменило закон. Изменение было такое, что у беженцев, прибывающих из России, теперь не будут приниматься заявления о политическом убежище. Дальше больше. Норвегия пообещала выслать назад всех, у кого есть многократная виза или документы на проживание в России. Тем временем в городе заговорили о том, что среди прибывших беженцев слишком много тех, кто бежит не от войны, а просто под шумок пытается улучшить свое материальное положение. Об этом рассказывает и управляющий менеджер в местной пиццерии Аймен Альсмари. Он сам переселенец. Его дом разрушили в Палестине 9 лет назад. Здесь в Норвегии есть система. Если у тебя нет работы, то они дают соцподдержку. Например, если я лишился работы, то я иду в социальный центр. И они помогают мне платить за дом, за еду. Платят достаточно. С Арафаном радио передаются слухи. В Норвегии хорошие зарплаты, высокий уровень жизни, а пособия по безработице в среднем начинаются от полутора тысяч евро. Но только далеко не все мигранты знают, что получать такие пособия они смогут только после того, как легализуются, проработать минимум год и по каким-либо причинам эту работу потеряют. Те мигранты, которые приезжают жить в Норвегию легально, они должны проходить двухгодичный курс языка. После этого они должны получить работу. Это основная цель. Мы выплачиваем им минимальные выплаты, пока они не получат работу. Но этих денег, очевидно, недостаточно, чтобы жить. Минимальные выплаты — это около двух тысяч крон в месяц. В переводе на рубли — около 18 тысяч рублей. В Норвегии, где пачка молока стоит 300 рублей, примерно столько же килограмм картошки, этих денег с трудом хватает на еду. Здесь не должно быть слишком хорошо, особенно сейчас. Норвежское правительство говорит, если в лагерях будет хорошо, это будет еще больше привлекать мигрантов. Это уже другой миграционный центр, город Ватсё. Директор шутит. Чем дальше от границы, тем меньше напряжения. Он без лишних вопросов показывает нам условия, в которых живут мигранты. Но некоторые недовольны этим, они прячут лица и отказываются объяснять, где выучили русский язык. Здесь очень плохо относятся к людям. Наверное, казарма лучше. Но вы не говорите, почему они должны вас пожалеть. То есть вы не говорите, откуда вы приехали. Насиба тоже из Сирии. Муж и отца убили боевики. Она говорит, что те, кто действительно бежал от войны, не то что не жалуются, а наоборот, благодарны за мелочи, возможность спать на постельном белье и фрукты для детей. Кто-то добирается морем. Я не могла подвергать опасности моих детей. Они единственные, что осталось у меня в жизни. Из пяти с половиной тысяч беженцев, пересекших российско-норвежскую границу, большинство до сих пор ждут решения миграционных служб. И им остается гадать, разрешит ли им остаться у себя или выгонит прочь холодной Норвегии, которая сначала гостеприимно распахнула двери, но после очень быстро их захлопнула. Марина Светлая, Юлия Заграничного, Роман Хроленко, Первый канал, Норвегия.